Здравствуйте, меня зовут Маша, моего большого вот этого гнидого друга, зовут Лиз. Именно по поводу его поведения мы обращались к Юле. Ему всего полтора годика, это русский тяжеловоз. И вся проблема заключалась в том, что он не умел себя хорошо вести. Он очень сильно кусался, не уважал вообще личное пространство, ходил по ногам. Казбек, отстань, про тебя потом скажу. И ничего не помогало решить эту проблему. Изначально мы работали с Лисом по книге Юлии «Волшебство присоединений». Из того, что же ребенку можно делать, разумеется, никаких чрезмерных нагрузок. Но с кусачками это никаким образом не помогало справиться и решить вопрос. Рос он один, Казбека тогда еще не было у нас. Он с нами всего лишь три недели. Был до этого очень-очень пугливым, кстати. И также книга Юлии помогла решить эту проблему. Теперь это очень тискательный, маленький поняша. А Лис абсолютно перестал кусаться. Но не благодаря появлению Казбека в нашей жизни, скажу сразу. А благодаря консультации. Очень-очень подробный, час длиной. Которую мы с Юлией провели по видеосвязи. Юлия дала очень много ценных советов. Как дальше? Казбек. Ну все уже. Все. Я тебя почесала. Всех почесала. Не мешайтесь, ребята. Юлия дала очень много ценных советов. Как лучше работать с этим наглецом. Они оба танчики, кстати. Оба очень спокойные. Оба очень упрямые. Очень наглые. Всегда знают, как добиться своего. Всегда знают, чего они хотят. Поэтому с ними работать было достаточно, ну, возможно, сложнее, чем с более чуткой лошадью. Но при этом теперь они хорошо оба запомнили, чего делать можно, чего делать нельзя. Итак, вот с кусачками вопрос мы решали очень долго. Решить не могли вообще никак. Держи. Молодец. Кусался. Ему было скучно. Играть было не с кем. Друга поняша тогда еще не было. Не помогало ничего. Никакие методы. В том числе, никакие скучно было, что присоединили. Точнее сказать, это я немножко их не дорабатывала. Потому что упустила тот момент, как соблюдение дистанции. Сейчас они знают, что вот так вот подойти ко мне пообщаться, пообниматься можно, только если я разрешаю. Если я не прогоняю. До этого это было откровенное хамство. Вот так. Все, лиса. Все. Теперь это решается вот так вот просто. Буквально взмахом руки. Конечно, он хочет играть. Он хочет по часушек. Он очень любит чесаться. Он очень контактный. Равно как и его товарищ Казбек. У нас все очень чесучие кони. Очень чесучие кони. Очень чесучие. Ой, чесуха. Ой, чесуха. 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 Советы были самые разные. Ну, естественно, от людей старой закалки советы были в духе ударь его по животу, ударь его по храпу, по носу, хлыст возьми, по ушам надавай, палкой надавай. Ну, естественно, такие методы, это не то, как я хочу работать с этой лошадью. Они оба у меня работают, в принципе, вот в голом виде, на участке в 70 соток. Оба за мной ходят, как привязаны. И без Юлии, честно сказать, я уже просто не знала, куда мне деваться. Просто потому что слушать советы людей, которые предлагают лошадь избивать за то, что она кусается, причем откровенно избивать, палкой по ушам, хлыстом, сапогом в живот, ну, это не мои методы. Я такое не практикую, я не хочу так заниматься с лошадьми. Я хочу, чтобы это были вот такие вот добрые, контактные, нежные лошади. Я хочу быть именно такими. Ну, и, соответственно, проблема кусачек и началась из-за того, что лист перестал понимать, где вот эта граница допустимого. Что если со мной можно обниматься, то на меня нельзя опереть, и со мной нельзя кусаться. Тем более, меня нельзя бить ногами, тем более, меня нельзя легать. Раньше было с ним работать очень тяжело, потому что он был один. Сейчас появился второй. Это тоже танчик. Второй маленький танчик, которого также пришлось учить всему с нуля. Ему три года. Малышу Кони. Он уже у нас взрослый, незаезженный. Людей видел, можно сказать, только понаслышке. Прибыл ко мне абсолютно диким. Единственное, что было с ним сделано, его успели оповодить. Оповодили его довольно последственно. Ходить он ни за кем не хотел, отбивался. Могу сказать, что тренинг Юлии, ее консультации, ее волшебная книга, действительно волшебная книга, волшебство присоединений, помогли найти контакт и с маленьким же ребенком, и с уже взрослым вот этим вот черненьким жеребцом. Конечно же, мы продолжаем работать, продолжаем улучшаться, продолжаем работать над доверием, продолжаем работать над контактом, продолжаем работать над соблюдением дистанции в том числе. И правда, Лиса, все-таки он жеребенок, тем более жеребец, иногда он пытается прожимать границы, прощупывает их, проверяет, все еще нельзя или уже можно вдруг на меня помахать ножками. Но мы стараемся, слушаем советы Юлии, перечитываю книгу «Волшебство присоединений» и занимаемся с этими двумя товарищами. Мы работаем, радуемся жизни, так что Юлии большое спасибо за то, что теперь у нас вот такие вот замечательные кони, воспитанные, хорошие, добрые и ласковые.